Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на программе Дела семейные. Весна приближается. Это значит, что будет пробуждаться природа, будут пробуждаться наши чувства, а значит впереди пора свадеб. И мы с вами сегодня поговорим об очень практичной такой вещи, как снижение расходов тогда, когда приходится вам отказаться от определенной даты по объективным причинам. В жизни случается всякое. Все мы живые люди. К сожалению, кто-то может заболеть, кого-то отправляют в длительную командировку, кого-то призывают в армию, или вдруг выясняется счастливым моментом, что у вас будет ребенок. Поэтому приходится переносить дату свадьбы. Но начнем с того, что по сегодня действующему законодательству регистрация брака производится после подачи заявления по истечении месяца, и она может быть назначена на период до 12 месяцев. То есть законодатель дал возможность вот такого разбега. Поэтому, когда вы подали заявление на определенную дату, вы планируете, естественно, в этот день регистрацию и торжество. Но если вдруг случился какой-то момент, вам надо подойти в отдел ЗАГС, написать заявление о переносе дати, подтвердить, что это уважительная причина, а не просто ваше какое-то желание. Сегодня хочу одну дату, завтра хочу другую дату. Думаю, что если у вас будет документ, подтверждающий ваше право на перенос, вы сможете выбрать другую дату, но, естественно, из тех, которые свободны в данном органе ЗАГС. Хотя хотела бы вам еще заметить, что и раньше, и сейчас, когда вступил в действие закон о экстерриториальности, вы вступить в брак можете абсолютно в любом ЗАГСе, независимо от места вашего жительства или места вашей прописки. Так вот, вы обратились в ЗАГС, вам перенесли дату вашей регистрации. Следующее, что вы должны сделать, это, конечно, как можно быстрее оповестить ваших будущих гостей, родных, близких, друзей об изменении даты вашей свадьбы, поскольку кто-то покупает заранее билеты, кто-то сдвигает свой отпуск, кто-то планирует поездку к вам откладывает другие дела. Поэтому позаботьтесь, пожалуйста, чтобы ваши гости не попали в какую-то неприятную ситуацию с изменением даты вашей свадьбы. А дальше начинается практическая часть. Когда вы заказываете услуги декораторов, фотографов, видеографов, ресторан, отель, транспорт и так далее, я вам очень рекомендую всегда заключать письменный договор. И в этом договоре обязательно прописать момент, что будет, если вам придется перенести эту дату регистрации, естественно, принятие тех услуг, которые вы хотели получить в день свадьбы. В договоре должно быть указано, будут ли какие-то штрафные санкции, будет ли это санкция работать при определенном количестве времени, оставшемся до регистрации, или вам будут возвращать тот аванс, который вы внесли с вычетом, скажем, неустойки какой-то процентной. Пожалуйста, позаботьтесь об этом, иначе вы можете попасть на очень большие суммы, но это вас огорчит, и вы не сможете какую-то часть суммы израсходовать на другие моменты вашего мероприятия. Следующий момент, который хотелось бы вам подчеркнуть, вы должны с рестораном обговорить тот момент, оставит ли ваш аванс, который вы заплатили, ну, как правило, рестораны берут авансы в подтверждении того, что все-таки у вас состоится ваше торжество, можно ли оставить этот аванс в счет другой даты, или вам его вернут, и вы уже будете оформлять по новый заказ. Было интересно мне посмотреть, что в интернет-ресурсах не очень актуальная информация по поводу переноса даты свадьбы. В большинстве случаев написано, что ЗАГС берут штрафы за то, что вы не распишетесь в определенную дату. Никаких штрафов не предусмотрено. Законом предусмотрен определенный срок подачи заявления на значение регистрации. Поэтому вот таких моментов вы не бойтесь и на это внимание не обращайте. Видимо, не очень актуальная информация в этих ресурсах. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что если вы арендуете отель, то смотрите, что, например, вам придется заказать на другую дату. Если она ранее той, которую вы забронировали, цены будут гораздо выше. А если процесс ваш будет проходить регистрации брака и свадьбы намного позднее, ну там, естественно, уже и цены чуть-чуть меньше, потому что это получается как бы заранее вы бронируете дату на дальний период. Поэтому очень внимательно отнеситесь к тому, как вы оформляете свои договора на обслуживание вас по всем направлениям в день свадьбы, и тогда вы сумеете сэкономить определенное количество денежных средств и не потратиться впустую. А так я желаю, чтобы все намеченное в ваши даты, все у вас произошло, было красиво, уютно, хорошо, и у вас осталась хорошая память о вашем торжестве. Будьте счастливы!